Продолжение следует Продолжение следует... 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 или более разогрета, что много различй есть, как большие большие лидеры в самый разнорный странный мир! И мы находим вот так вот один кадр. Если мы видим в планах сферков, то мы видим, что Африка является полностью Perez. в том, что в этой первой зоне фрагов, которые спадают по-настоящему с Африкой и по-нестейски, и по-нестейски, по-нестейски. Это вы можете сказать о том, что. По-нестейски, что на аврикане, как на авгитарном, которые, как на самом деле, у нас все осталось. И по-нестейски, что на аврикане много с ним, Книга, как и в общем-то неожиданно, освободно привлекли, так мы стараемся в целом, то это достаточно живое, мы ведем и установим под cómo радиоактивно население дешевых футов, в следующем это неделе по гоつ. Африки? Африки по-чински члены. которые останутся в тошке, судя по-читанам. Африки, у того, как детей, в каждом Taj Mahle, У нас clаливание какいます, все, в один зоны характери. У нас есть пигмеи, 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 нигеряне и табак Many нынешнее англандия, по тому, членедивым индивидуям не пигмеи, Partом в背е областей и пигмеи, Обращение пигмеи и этих пигмеи, коисхминыш, коисхминш, касающимися лингвистическими, как я контролирую. Адрель микокондrial. Адрель микокондrial всегда был один из материал модуля relativamente fáciles, да, и fácil de analizar. Эти, которые здесь, здесь, есть аплогруппы адрель микокондrial, которые являются combinaciones различных изменений пунктов, которые afectают в определенной регионах, ХРВ1, аргентрабария В1, аргентрабария В2, и, что, 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 которые появились в сфере антикулятора, в момент неизвестного. Мы можем изучить группы, которые появятся в географии африканской, и мы видим, что их уровень. В этом кадре, у нас есть Л1А, у нас есть Л1А, у нас есть Л2, которые в различных моментах по-зерканской, у нас есть Л1А, у нас есть Л2А, у нас есть Л2А. У нас есть Л1А. Эти три типы, у нас есть Л2А, и они вам здесь только подсеркан, только у нас есть Л2А. Так что, мне кажется, что люди с этой diversификацией никогда не могли выйти в Африке. Для того, чтобы выйти в Африке, нужно искать другой тип, который находится в Африке, который является в Африке, в Африке, который, около 60 000 лет назад. И в Африке, в Африке и в Африке. И, для того, чтобы выйти в Африке, и, для того, чтобы увидеть это, что-то, в Африке, есть еще одна фрешка, что кажется, что это одна импортация. Я говорю всегда, что мы, в Африке, все новые новости в нашей линейке, и, в Африке, и, в Африке, есть какие-то моменты, в нашей истории биологии, где-то, в Африке, где кажется, что Африке, больше, которое в Африке, может быть, и, более чем больше, здесь есть анну. Правда, с ней нет – другой, это — есть связи с африке, что может иммиграться куда-нибудь, и в этой парке. В этих четырех – группах, в Африке, в Африке, в Африке, вojда, остальные декопады. Африке. Все эти вещи будут очень хорошо, но до 2013, пока мы не можем идти на пистолет. Но мы уже проводим много мобильного на планете, и это возможно, что все эти доклады окутны на нашу качество. В любом случае, об этом я поговорю еще раз, и у нас будет возможность рассказать их в более деталях. Продолжение следует... ...un tema en el que yo sea especialista, mucho menos, los lingüistas opinan que todas las lenguas humanas actuales proceden de una única lingüística, que se puede diversificarlo con el tiempo o ir por alineamiento. Si nosotros nos quedamos en una isla, nuestro lenguaje empieza a cambiar poco a poco, hasta que logramos entendernos con unos términos ligeramente diferentes de los precursores, pues llegará un momento que seamos incapaces de entendernos con esos precursores. Y consideramos que esos dos grupos hablan de lenguas distintas. Pues esa diversidad, esa diversificación de las familias lingüísticas va muy paralela con el grupo que ven a la diversidad genética, porque lo que estamos hablando es de una expansión témica. Recordamos que quería decir que la expansión témica era un tipo de transmisión de información cultural, que se caracterizaba porque la cultura se expande, llevada por los propios humanos. Es decir, la cultura va cambiando en distintas localidades porque son los humanos los que van cambiando en localidad. El término apuestro era la cultura cultural, era la queda de boca a boca y va pasando de unos a otros sin necesidad de desplazamiento de los años. Así que, siguiendo ese tipo de diversificación de las lenguas que van llevando los humanos, según vienen por el mundo, tenemos que decir que en África hay cuatro grandes troncos lingüísticos que se llaman con esos nombres casi casi imposibles. Dije Totopano, Nino-Sahariano, Afroasiático y Khoi-San. Eso es todo. Entonces Khoi-San es algo que tiene que ver con los San y los Khoi-Khoi. Los San eran los que yo he dicho hace un momento que eran los, como decir mal, llamados bosquimanes del cabajal. Esos señores pequeñitos de los cuales yo sacaba aquí unos ejemplos en la actividad de caza el otro día. Bueno, pues esos señales tienen muchas papeletas para ser la humanidad original. Entre otras cosas, cuando tienen un lenguaje, junto con los Khoi-Khoi, los mal llamados Ocentotes, esos dos grupos tienen una serie de características en su lenguaje que solo aparecen en su lenguaje. Y son una serie de sonidos, como chasquidos, que yo soy capaz de pronunciar, por supuesto. Que esa representa muchas veces en su lenguaje los signos de admiración, de observación, signos que no son actuales en nuestro repertorio de ventas. Así que esos Khoi-Khoi-Khoi seguramente, o puede, que fueran los iniciales humanos de los que al final hemos dedicado a todos. Y que esa tronco de lenguas Khoi-Khoi-Khoi sea el tronco original de lengua en la que se empiezan a entender esos humanos Khoi-Khoi. Y ya para terminar hoy, nada más que ver cuáles serán las distribuciones que se suponen originales de esos cuatro troncos lingüísticos, que a partir de la próxima clase empezaremos a ver cómo se produjeron. La distribución original del polisario era toda la parte del centro y sur de África. El afroasiático estaría más hacia el este, que es la zona del cuerno. El guido sahariano más la almonte. Y el níger tornofano, de los que forman parte de Guantú, estaría en la parte del oeste. Cuando nos falta la evidencia genética, muchas veces acudimos a la evolución de estos troncos lingüísticos. Y ya veremos cómo nos dan una información muy revelante sobre cómo hay un cambio de la población o sobre cuáles han sido los grandes movimientos de población. No penséis que los grandes movimientos de población, nosotros hemos protagonizado a los europeos, cuando fuimos a América o cuando hicimos la corona. No, el mundo está lleno de grandes movimientos de población que se dan fuera de Europa y que afectan a pueblos no europeos que interaccionan con otros pueblos no europeos. Vamos a intentar liberarnos del enocentrismo y vamos a estudiar lo que pasa en el puesto. Bueno, pues está aquí la clase B. Seguiré a partir de esta diapositiva del próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!